Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости М-студии. Кристина Ситникова. Сегодня в программе. Открыт для проезда. Ремонтные работы на Чечеринском мосту завершились с опережением графика. Ремонт и благоустройство, перспективы развития округа и инвестиционный климат обсудили в администрации Уссурийска. Неведомственная охрана. День открытых дверей отдела по случаю праздника образования Росгвардии провели в городе. Любовный эликсир. Профессиональный праздник отметили в Комиссаржевской. Всемирный день театра. На сцене дома офицеров премьера спектакля «Ревизор». Масленичный самовар в Центре народного творчества участникам рукодельного мастерства. Ручили награды и подарки. Мост на Чечерина открыт для проезда. Ремонтные работы на участке завершились с опережением графика. Ранее планировалось пустить транспорт только в 8 утра 29 марта. Однако строительная бригада справилась раньше, чтобы не создавать дополнительных сложностей жителям Междуречья и Слободы. На месте трудились 5 единиц техники и 7 человек специалистов. Вскоре здесь появится новое асфальтное покрытие после того, как грунт даст усадку. Произойдет это, по мнению специалистов, примерно через неделю. Тогда движение вновь ненадолго перекроет. Напомним, ремонт Чечеринского моста начали после того, как образовалась сквозная дыра в дорожном полотне. На устранение неполадков рабочим понадобилось 2 дня. Ремонт школ и больниц, строительство новых спортивных комплексов, улучшение жилищной и коммунальной сфер благоустройства, перспективы развития округа и инвестиционный климат обсудили в администрации Уссуриска. Каким будет наш город к 2023 году? Расскажем далее. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых объектов инфраструктуры на сумму более 120 миллиардов рублей. Перечень инициатив, которые реализуют в нашем округе в ближайшие 6 лет, обсудили на заседании по инвестиционному климату в администрации Уссуриска. Планы комплексного развития городов до 2030 года запустили в регионах Дальнего Востока по поручению президента России Владимира Путина. Те пилоты, которые сейчас зашли в долгосрочное планирование, это 22 плана, которые были подписаны в распоряжении Мишустина, Уссуриск в их числе, и поэтому мы вместе с вами все участники, в том числе и бизнес, и муниципалитет. В совокупности запланировано более 140 проектов. Самые крупные инвестиции приходятся на жилищную сферу. По улицам Московской, Ленина и Пархоменко возведут комплексы новостроек. Продолжится благоустройство дворов и скверов, а парк Дара ждет реконструкция. Для решения транспортных проблем отремонтируют семь мостов и откроют два новых автомобильных путепровода с пересечением ЖД путей. Коммунального хозяйства изменения также коснутся. Из ключевых проектов стоит отметить строительство газовой котельной 44-й в поселке Тимирязевка, реконструкция четырех комплексов биологической очистки, обеззараживание источных вод в селах Заречная, Раковка, Пуциловка, Степное, и строительство наборного канализационного коллектора от улицы Андрея Кушнира, 9Б, который охватит в принципе весь микрорайон Междуречья. В будущую шестилетку в округе появятся восемь новых объектов образования. Среди них школа с детским садом на Выгонной, Центр детских и молодежных инициатив. Еще 53 объекта образования округа приведут в порядок. Приумножить спортивную гордость города поможет строительство трех спорткомплексов. Два на Междуречье и один на Слободе. Также запланировано возведение многопрофильной поликлиники и ремонт в медучреждениях. Екатерина Ельмина, Игорь Антонов, Телемикс. Приморские зенитчики на страже безопасности нашей Родины. Расчеты подразделений группировки «Войск Восток» уничтожают все виды воздушных целей противника. В Вене-Южно-Донецком направлении. Как наши зенитчики применяют современное оружие и выполняют боевые задачи, расскажем в следующем сюжете. Пуск, секунды и цель противника поражена. Наши приморские зенитчики успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО. Под их управлением «Зверь» комплекс ТОР-М1 может сканировать воздушную обстановку на 360 градусов, обнаруживать и определять тип и принадлежность любой цели на расстоянии свыше 30 километров. Под прицелом самолеты, вертолеты, снаряды реактивной артиллерии, крылатые и даже баллистические ракеты. Данный комплекс позволяет захватить до 10 целей, выразить каждую цель с интервалом 5 секунд. Зенитно-ракетный комплекс надежно прикрывает воинские подразделения, а главное – мирное население освобожденных городов Донецкой Народной Республики. Сам ТОР-М1 для противника – одна из приоритетных целей. Охота со стороны беспилотной авиации ВСУ ведется постоянно. Еще одно преимущество ТОР-М1 – высокая скорость и маневренность. Разнообразные модификации комплексов вполне успешно справляются с боевыми задачами в движении, с ходу и с коротких остановок. Наша основная задача – это быстро выехать. То есть уже мы заранее, заблаговременно готовим машину к выезду. Даже не важно, когда это быстро, команда, либо скоро произойдет. Также выезжаем, приезжаем на позицию, быстро отрабатываем и сразу прячемся. Расчеты зенитных ракетных комплексов ТОР-М1, подразделений противовоздушной обороны 5-й общевойсковой армии из Приморского края надежно защищают войска группировки «Сил Восток». Оберегают жителей на южнодонецком направлении специальной военной операцией от ударов средств воздушного нападения противника. Основными целями зенитчиков из Приморья сегодня становятся беспилотные летательные аппараты ВСУ. Чем пистолет-пулемет отличается от автомата? Как с помощью радиоволн защитить имущество граждан от преступников? Интересный экскурс о своей службе провели для школьников сотрудники вневедомственной охраны Уссурийска. День открытых дверей отдела по случаю праздника образования Росгвардии посетила и наша съемочная группа. Это датчик движения, который с инфракрасным элементом. Еще есть датчики движения, которые работают на принципе радиовол. Физику уже все проходили, да? Знают, что радиовол. Это не вопросы школьной викторины. Мальчишек и девчонок пригласили к себе сотрудники полиции Уссурийска. Стражи порядка отмечают 27 марта профессиональный праздник – День образования Росгвардии. В честь события правоохранители устроили День открытых дверей, где делились со школьниками особенностями своей службы. Юные слушатели узнали отличие пистолета-пулемета от автомата, услышали правильное название наручников, ознакомились с секретами технического оснащения и экипировки бойцов вне ведомственной охраны. С боков видите, да, тут ткань. Это не просто ткань. Это полиамидный материал, который защищает от удара холодного оружия, допустим, от ножа, от анонсоточки какой-либо, от острых предметов. Это вот этими жилетами защитными экипируются наши сотрудники, когда отрабатывают сильного тревога. История национальной гвардии берет начало со времени появления войск внутренней стражи императора Александра I. В дальнейшем царских жандармов сменили бойцы ВЧК ОГПУ. Названия структур менялись до 2016 года, когда образовалась Росгвардия. А вот задачи оставались прежними – стоять на страже государства и общества, порой и в боевой обстановке. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии сегодня задействованы в самых различных операциях и мероприятиях. Девиз Росгвардии – всегда на страже. Мы всегда на страже. Патрульные автомобили сотрудников в день открытых дверей также попали в прицел пристального внимания школьников. Мальчишки и девчонки проверили громкость спецсигналов и кнопки включения проблесковых маячков. Как сообщили правоохранители, некомплекта людей у них нет. Но если у детей в будущем возникнет желание… Двери нашего подразделения открыты всегда, не только в день открытых дверей, а также и для приема на службу. Мы принимаем на службу как ребят, так и девушек, годных по состоянию здоровья, у которых есть возможность пройти вступительные квалификационные испытания. Встреча Росгвардийцев и школьников завершилась совместным фото. В планах у стражей порядка и далее работать с молодежью, воспитывать достойную смену нынешним сотрудникам правоохранительных органов. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Впереди короткий рекламный блог. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Профессиональный праздник, Всемирный день театра, отметили служители искусства. Премьера спектакля «Ревизор» представили зрителю актеры театра Дома офицеров Российской армии. Рукодельное мастерство. Итоги конкурса «Масленичный самовар» подвели уссурийские. Это вечерний выпуск программы «Телемикс новости». Идем дальше. Премьера профессиональный праздник отметили в театре драмы имени Комиссаржевской. На сцене во Всемирный день театра. Новая постановка «Эликсир любви». Комедия на все времена. Но в самом начале сотрудники принимали поздравления. Подробности у Ольги Муравьевой. На сцене драмтеатра имени Комиссаржевской «Медбраги». Уссурийская группа, которая пришла поздравить зрителей и работников сцены с профессиональным праздником. А повод вполне себе. Всемирный день театра. И пока певцы поют, актеры наносят последние штрихи грима. Один из главных персонажей предстоящей комедии уже погружает присутствующих в нужный настрой. Комедия – это более сложный жанр, чем, наверное, драма, чем трагедия. Потому что наша природа вообще склонна страдать и вызвать в себе эмоции, схожие с какими-то любовными переживаниями, гораздо проще, чем на полном серьезе играть что-то, чего в жизни быть не может. Или те ситуации, которые происходят с персонажами комедийных спектаклей. «Эликсир любви» – довольно молодое произведение Леонида Филатова. Автор писал ее в период тяжелой болезни, в последний год своей жизни, что нисколько не повлияло на яркость персонажей и общий контекст. В центре внимания молодой и очень застенчивый доктор, который изобрел любовный эликсир в надежде пленить даму сердца. Получился, грубо говоря, срочный ввод. И по этому времени у меня было совсем немного. Мне приходилось учить и дома, и на работе, и, я не знаю, в кафе куда-то пошел, или какие-то мероприятия, то есть личные какие-то дела. Я не выпускал текст вообще просто, в принципе, из рук, потому что текста более 50 страниц. И все в стихотворной форме. Казалось бы, сложный жанр для восприятия, но шутки остры. А образы зачастую так совпадают с реальными. Есть над чем пофантазировать, пока один за другим все персонажи влюбляются в застенчивого светилу медицины. Даже собственный слуга и такие комичные палачи инквизиции. Все-таки данный спектакль – это стилизация. Есть отсылки в данном спектакле и к площадному театру. По этой причине, как-то именно в эпоху, именно что происходило в ту эпоху, не приходилось вдаваться. И только дама сердца доктора Мишеля никак не глотнет зелье приворотного. Да, собственно, оно ей и не нужно. Ведь юная особа без всяких танцев с бубнами давно любит этого человека. Как в хорошей сказке «Любовь побеждает зло». Такое в этой постановке комичное зло, что оно скорее тоже добро. Стартовали в день театра. Теперь эликсир любви в репертуаре. Женец, видимо, пора. Это тоже влюбиться в таком. Из колдовства. Особенно с утра. Зрители аплодировали стоя и щедро одаривали цветами всех причастных. А это значит, что праздник и премьера выдались на славу. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. И, конечно же, поздравления принимали в этот день актеры театра «Дома офицеров». В честь праздника здесь прошла премьера спектакля «Ревизор». К торжеству присоединилась и наша съемочная группа. В свой профессиональный праздник коллектив театра Восточного военного округа порадовал уссурийцев долгожданной премьерой комедии «Ревизор». Как бы сторонники «Прогресса» не пророчили искусство мельпомены забвения, и в 21 веке театр живет и здравствует. Ну, надо помнить, что искусство театра, искусство эстетическое – это, во-первых, а, во-вторых, оно зарождается на глазах зрителей и с участием зрителя. То есть театр и спектакль, он не может как бы быть сам по себе. Вот, например, книгу автор написал, может быть, там несколько веков назад, мы ее читаем, кому-то нравится, кому-то не нравится. Спектакль нет. Пока на сцене происходит магия искусства, за кулисами кипит работа. Елена Трофимчук – герой «Невидимого фронта», более 30 лет трудилась здесь реквизитором. Главным профессиональным секретом считает внимательность. Чтобы актеру было комфортно, чтобы он никогда не переживал за свой реквизит, за свои там сцены, вовремя подать, оставить где-то там, где ему нужно, вот следить за ним. У него прежде всего своя работа, а у нас своя. На сцене мелочей не бывает. Интерьер неразрывно связан с текстом, внешний вид героя с внутренним миром. И чтобы этот симбиоз случился, художникам иногда приходится поломать голову. Например, для ревизора многие костюмы создавались с нуля. Одним из самых сложных, но не самым заметным атрибутом стали ботфорты Городничьего. Специальные сценические сапоги заказывали в Петербурге, а потом дорабатывали на месте. Чтобы до сапожника припоставить соломенную веку. От одежды сцены заканчивая последней иголочкой, которую ты держишь в руках. Это приспособление, через которое создается образ. Ты работаешь через... Поэтому реквизит, бутафория, костюмы, парики, грим. Все-все работает на образ артиста. Актеры вдыхают жизнь в пьесу, а зрители в сам спектакль. Именно поэтому отдача зала нужна артистам как воздух. Смеются, плачут, радуются. И постепенно тает декорация. И седа надвигается на зал. Вот парень обнял верного Горацио. И вот он их в свидетели призвал, что злому веку не желает кланяться. Идет на смерть, и в страхе не дрожит. И кончился Шекспир, который классика. И начался Шекспир, который жизнь. Сразу после премьеры весь творческий коллектив вышел на сцену. Команду театра наградили грамотами и благодарственными письмами от Думы и администрации округа за достижения в области культуры. Екатерина Ельмина, Игорь Антонов, Телемикс. Итоги конкурса «Масленичный самовар» подвели в Уссурийске. В Центре народного творчества участникам рукодельного мастерства вручили награды и подарки. Подделки своим руками создавали школьники, детсадовцы и мастера декоративно-прикладного искусства. Подробности в сюжете. Добрый день, уважаемые участники и гости праздника. Мы рады приветствовать вас на церемонии награждения муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества «Масленичный самовар». Войлок, бумага, бублики, вата. И это еще не весь список предметов, из которых делали самовары участники конкурса декоративно-прикладного искусства. В Центре народного творчества в рамках празднования «Масленицы» подвели итоги и определили лучших. На церемонию награждения пришли юные жители округа с родителями, а также мастера рукоделия. Всего приняли участие более 230 работ. Это работы образовательных учреждений, детские сады, отдельные мастера декоративно-прикладного творчества и также отдельно семьи. Члены жюри отбирали лучшие работы. Так как работ было очень много, было очень сложно выбрать самые достойные, потому что на самом деле работы все достойные, они все очень трудоемкие. Лучшие работы у участников удостоились дипломов лауреатов первой, второй и третьей степени. Но самую главную награду Гран-при получил ученик 28-й школы Дмитрий Домышев. Шестиклассник две недели мастерил самовар в технике папье-маше. Признается, было сложно, но результат того стоил. Своё произведение юный творец назвал «К тёщи на блины». Члены жюри единогласно приняли решение отдать победу талантливому конкурсанту. Я люблю участвовать в разных конкурсах. Спасибо классному руководителю и маме за то, что я участвую здесь. Все работы мастеров конкурса «Масленичный самовар» пока находятся в клубе «Ремесел» посёлка Черняховского. Затем эту выставку сменят работы из бисера. Полюбоваться цветным плетением можно будет с 30 апреля. Диана Мазур, Роман Адонин, Телемикс. Пока это все новости. Напомню, наши материалы вы можете посмотреть на сайте Телемикс ТВ. Также не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. Этим вечером с вами была Кристина Сидникова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok